Дорогие друзья, всем привет! Вы попали на мой канал. Канал называется Сергей Пынзарь. Я очень извиняюсь, что видосы выходят сейчас редко, но я исправлюсь. С этой недели видео будет выходить примерно 2, а то и 3 видео в неделю. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, ставьте себе напоминание в виде колокольчика, потому что видосы будут выходить в разное время, и чтобы не пропустить, колокольчик будет вам напоминать, что видео уже на канале. Все, вам приятного просмотра. Короче, не знаю, что делать, ребят, поэтому буду обращаться к вам. Как бы я не силен в этой теме, но вот здесь у меня завелись муравьи. И они просто атакуют, и они везде ползают, и сюда в горшок ползут. Ну вот вы видите, это уже их рой вот так постучишь, их просто дофига сбегает. Вот смотрите. Вот просто муравьи, муравьи валят, валят. Смотрите, сколько их там. Ну и так вот, блин, ну, уже неделю здесь вход появился. Где вот здесь? Короче, я уже даже вот эту тему бросил сюда. Думал, ну это для муравьев, не знаю, будут заползать, не будут. Нет, нифига. Не заползают, короче. Не знаю, что делать. Смотрите, сколько их там. Просто трэш. Видно вам, да? Вот так вот постучишь. Я думаю, что внутри появилась у них рой целый. И, короче, он сразу начал вянуть. Цветы, плоты перестал давать. Потом появились какие-то... Короче, дерево погибает. Походу, а из-за этих муравьев. Муравьев тоже жалко убивать. Но он, блин, не знаю, что делать. Просто не знаю, что делать. Если я залью какую-то химию, то муравьев погибнет. Ну и дерево может погибнуть. Короче, к специалистам пришел к вам. К вам, как к специалистам, обращаюсь. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментах, что делать. Чем выгнать оттуда муравьев? Я раньше заливал водой. Думал, сейчас вода, короче, заставит их свалить. Не, нифига. Они, видимо, там в коконах где-то прячутся. И не уходят. Короче, Даша говорит, что реально ты, Серега, задолбал. Никогда не гладишь одежду. Вот, погладил. Я так же погладил. Этот утюг называется душ. Более, почти под душем был. Не, ну очень жарко. Вот только в таком качестве, как у меня Топик, как у него костюмчик. Я же вас называю, отлично. Это хлопок. Нет, не хлопок. Хлопок. Лен. Лен, да. Ну, только в нем комфортно. У меня тут Топик лен, потому что иначе жалко. Ну, было первый месяц лета, и вот реально три дня жары какой-то жалко было. Такого еще никогда не было. Мы еще недавно видел, помню, чтобы нашли где. И поэту. А вот такая жара, июль 25 градусов. Ха-ха. Да, 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 сегодня было, вчера было 40. Да, вчера бы я на солнце вообще парила. Не, ну на море вообще на самом деле не чувствуете. На море, да, ну это, кстати, коварно. Я вот не чувствовала, не чувствовала, домой пришла, у меня просто все красное лицо. Но ты еще била просто кожей. Я все мазалась всю ночь. Мне еще и в телеграм-канал кружочек записала. Ну, я же там без макияжа, без чего-то все красное. Мне там начали, ой, вон как она выглядит на самом деле. Я удалила на то, не видела, потому что спорят с дураками. Ну, я все ночь делаю себе эту. Увлажни. Да, 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 все ночь делаю. В середине ночи, ну, вон. Погнали. Погнали. Две минуты, и вся одежда сухая. Прокатнулись до шутки. Все волосы у меня в паутину. В паутину, потому что на мопеде, блин, ну как ты хочешь. На мопеде, если чихаются, да, все запутываются. Зато на мопеде не так жарко, пока машину остудишь. Ну да, кстати, вот, одея, хотя в машину нужно остудить сначала. У нас же нет запуска. А мы, как обычно, в нашем любимом кафе. Видите, все заросло. Помидор? О, точно. Ну да, потому что на помидоры не похоже. Виноградом у них здесь красивенько все так сделано. В общем, кто-то мне писал по поводу недвижки Валаня. Почем, 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 почем. Ну, кто-то из, да, людей писал, почему недвижка Валаня, я вам скажу, от 80 тысяч евро. Потому что много вопросов, вот, за 5 миллионов, могу ли я купить за 5 миллионов, могу ли я купить за 3 миллиона. Ну, не ликвид, либо вас обманут, либо вам продадут то, что совершенно потом не перепродадите никогда в жизни. Тогда, да. Нормальная недвижка, более-менее, начинается от 80 тысяч евро. Это сейчас, на данный момент, 8 миллионов рублей. То есть, это то, что вы купите и будете реально наслаждаться, приезжая сюда и отдыхая вместе с семьей. Вот. Поэтому, вот, в двух словах объяснил. Ну, некоторые, вот, даже у меня знакомые, покупают, покупают квартиры, вот, прям, в старых турецких домах. Ну, я скажу, там запах цвеного. Прям, я ничего не могу за все квартиры сказать. Ну, вот, реально, там, ну... Ну, это старый фон. Я считаю, что, ну, то есть, если ты хочешь квартиру около моря, то, ну, за 5 миллионов, лучше за 8 взять и жить, наслаждаться. Это реально современный комплекс, где у вас инфраструктура, бассейны, хамамы, игровые, ну, все что угодно. Ну, и, как бы, в новом жить, конечно, поприятнее, чем, ну, какого-то полуразрушенного, не знаю. А сегодня, по планам, у нас, сегодня у нас выходной, соответственно, мы побольше времени проводим с семьей, и, соответственно, сегодня мы хотим уехать туда, подальше, в сторону Газипаша, на дикий, так сказать, пляж с детишками. Так что, если все получится и все срастется, то поедем, ну, и, конечно же, вас возьмем с собой. Короче, вот, принесли гвязиночку прям руками, ребят, не обеспечивайте. Ручка, видите, гвязиночка с картошечкой. Кто-то любит с мясом. Очень вкусно. Она тоненькая, тоненькое тесто. Это тесто идет без дрожжевого, поэтому, про полезность, более-менее. Ну, конечно, не прямо в пользу. Ну, потому что жареная. Ну, не откладывается. Я вот в последнее время, вообще, меня раздражают вот эти. Какой, не посмотришь, какого специалиста, все, что-то вредно. То есть, молоко вредно. Да, молоко вредно, мясо вредно. Я не знаю, то вредно. Вот все, все, что у тебя лежит на тарелке. А, уже вода вредна. Да, да, да. Нельзя совмещать уже, оказывается, огурцы с помидорами. Что оказывается, в них и вообще клетчатки нет. В общем, если так послушать, то можно не жить. Надо к всему относиться. Вот. И наслаждаться едва. То, знаете, ну, можно козлы. Кстати, еще. Почему? Слон ест только траву, но он такой большой. Да, или горилла. Да, или горилла, да. Поэтому наслаждайтесь едой. Хотите похудеть? Дефицит калорий. Просто меньше ешьте. Просто меньше ешьте. Считайте калорий. Ну, опять же, я по поводу там считать калорий, мне это нафиг не надо заморачивать. Я примерно знаю. Вчера я два раза поел где-то. За вчера два раза еду. И я чувствую, что я подскинул. Сегодня можно и четыре раза поел. Ну, на самом деле, интервальное питание лучше... Интервальное голодание мне нравится. Потому что когда ты в течение дня немножко... Нет, питание. Ну, интервальное голодание, интервальное питание. Когда ты в течение дня испытываешь этот голод, единственный есть, как бы, минус, что ты на ночь можешь накидаться, потому что ты голодный. То есть утром позавтракал, весь день вот там, вода, чай туда-сюда, это как бы считается. А уже вечером ты начинаешь полноценный прием пищи, накидался, или ты можешь там тяжело спать и так далее. То есть есть один минус. Но интервальное питание очень правильно делается следующим образом. Ты в 12 делаешь только первый завтрак, в 12 даже в час. И последний прием пищи у тебя где-то в 6 вечера, в 6-7. И вот от 7 вечера до 12 дня ты не ешь. И тогда ты будешь очень хорошо себя чувствовать. Мне, кстати, нравится это чувство, когда ты просыпаешься, ты с утра голодный. Да, да. И я хочу есть. То есть обычно я просыпаюсь, ну там я когда-то сегодня ни в чем не отказываюсь, просыпаюсь и, ну, завтрак, ну окей, там что-то поела даже через сиву. Когда ты на этом питании прям первое, что ты встаешь, бежишь, быстрее готовить тебя в кухню за вкус. Да. Ладно. Не будем вас смущать, будем завтракать. С нашей сегодня затарили полную машину. Видите, какой трэш происходит. Потому что здесь рынок, вот на этом пятачке любимом, где я закупаюсь мясом, фруктами. Ну, прямо здесь через дорогу рынок. И, соответственно, когда рынок здесь супер неудобно. И вот этот магазин, уже неоднократно его показывал, здесь и колбасы, и мед, и топовые макароны вкусные. Вот, как вот этой фирмы, Рума, самые шикарные макароны, считается, самые качественные. Вон, Дашенька. Пардон. Икитаны, все правильно. Нет, биртаны. Биртаны одна, икитаны два. Вот, значит, вот, смотрите, какие стари. Биртаны. Это что такое? Это я себе. А, это этот... Да, цену надо покупать. Ну, да, тысячу коридору. Кстати, если есть, тут из подписчиков, то сам коттрашу делал вот это. Баклажановое. Баклажаны, лук, перец, еще что-то перемешиваешь. Я тебе сам, как сделать учет. Что-то такое делать. Значит, здесь... Да, да, да. На один день нам хватает. Да, сразу закупаемся и маме отдельно, и нам... Может, твердый сырок еще взять? Не хочешь? Да, можно я салатчику делу уже с приветками. Ну, ладно. А у вас я люблю вчера кулю, я сейчас в лаке, чтобы взять вот эту. Серьезно? Ну, это копченый, конечно, не то. А варенку ты эту взяла, да? Варенку маме хотела. Так, варенку взяла. А можно я еще возьму газированный холодный? Это маленький, а большой? Большой на двоих одну, да? Это пластиковая просто. А вот. Вот большая. 85 лир стоит. Слушай, а этот квас не хочет? Может, кваску холодную вот эту? Могу, можно взять и... Нет, сейчас выпить. Выпустила? Ну, половину точно. Ну, давай. Место кваса использовать такую специальную жидкость, которая делается с кишью. Понял? Да. Я еще смотрю на трахун. Может, трахун взять? Там голый сахар. Ты мне еще что-то говоришь. А вот смотрите. А, о, я обожаю. Байкал. Все, черноголовка. Черноголовка байкал. Если у меня стеклеев, я бы точно не стояла в пластике. Я на нем такую. Что, одеты в пластике? Ладно, let's go. Да. Тут ничего не надо, да? Всегда удивляюсь, кто вот такой вот сыр берет. Здесь муха садится, а он открытый. Ну, например, вот здесь вот. А вот он сидит, муха. И вот здесь муха сидит. Ну, наверное, тем самым сыру еще вкуснее становится. Вот такой. Видал сыру. Здесь очень много. А это, кстати, дашь. Дашь. А это же, да, икра. Вот так, рыбки. Такие сосиски здесь. Цардельки. Всякое вкусное что. Короче, приехали к маме. А мама здесь хозяйничает. У нее, конечно, опять переезд. Переезд, потому что... Вот бывают люди, с которыми договариваешься, а потом вот договор ничего не значит. Вот как здесь, например. Я не знаю, может, люди и хорошие, но вот по договоренности с ними договориться не получилось. Договаривались на год. Типа, будете снимать год? Да, будем снимать год. Все. Не трогайте. Мама, здесь будет жить вот так. Звонят. Ой, а мы продаем квартиру. Ладно, если продаем, это одна история. Блин, на самом деле приезжают отдыхать. Не знаю, блин. Я если что-то пообещал кому-то и договорился, то я стараюсь вообще не менять эти депла. Но только в редких каких-то случаях. Реально, если продали квартиру, покупатель нашелся, это как бы одна история. А просто говорить, что я не предал потом приезжать отдыхать, я не знаю, для меня непонятно. Тем более я сразу обозначал, что мама, взрослый человек, и сами понимаете, ей нужно адаптироваться, привыкнуть, понять где. То есть это не молодой, который приехал, все, вышел на улицу, все увидел, все узнал, где магазины, где что-то. Все-таки взрослый человек, он дольше адаптируется, дольше привыкает к месту и так далее. Представьте, 66 лет, сегодня, не сегодня, а 2 недели назад, нам сказали, или 3 недели назад, что вот приедем на лето там, ну короче, говорят, что продаем, вот. Теперь вот надо искать, во-первых, в сезон, дороже все квартиры, да, по аренду. Во-вторых, в сезон их мало, то есть мало выбора. И в-третьих, маме сложно дать все переезды. Вот, что там дошли? Поехали, мама, оладушки жарят. Что? Толстяк умер. Кто? Кот. Блин, этот кот в Алании толстый. Жарились. 2 недели назад умер самый толстый кот в Алании. Жалко. Вот был сам, помнишь, ты же его видел, этого толстый-толстый кот? Помнишь, мы ее тебе показывали? Он взрослый был. 15, да, а сколько он жарил? Мать тут. Я проверяю, что это такое, что за мусорка здесь? Мороженое ела сегодня? А ну сюда, смотри. Мороженое ела, спрашиваю. Это последняя. Последняя. А мне там, ой, да маме ж хочется, пусть ест на здоровье. Есть же для сахарных диабетиков вот эти уколы, как это, инсулин. Мы инсулин ей не колем, она не колется инсулином. Но у нее не то осталось, если колется инсулин. Да, не то. Если еще колете инсулин, там, она и ему уже. Можно все, что угодно. Но в ночь ее кушать. Да. Чтобы она просто не пить. Короче, у нас у матери переезд. Мам, сливу вот эту надо сразу съесть, потому что мята. А сметану тут сколько на столе уже стоит? Вот это жене купе. В ночь не сметана, а ее. А ты в холодильнике его не хочешь положить? Нет, я тебя вытащила. А, только вытащила? Я думал, у тебя оно лежит. Вот эти киви. Не вкус? Все, заберем. Тогда мы заберем. А киви, мам, мы взяли себе, я шучу. Киви, они твердые, их надо, чтобы они полежали. Поняла? Хлеб попробуй, потому что я не знаю. Я взял, Даша говорит, что тебе эти твердые будут. Тогда без хлеба будешь. Тогда придется вечером выйти тебе в магазин за хлебушком. Пойдешь? Да ты что? Какая колбаса ей? Никакой колбасы. Сыр только не очень вкусный. Да, это она любит. Колбаса, сыр. Вот все по старинке. Хлеб с маслом. Мне надо пакет другой взять, потому что сыр. Причем ты по старинке? Я за колбасой скучаю. Давай. Колбаска, салом. Скучаю. Вот это тоже любительный. За колбасы. По матери выбирал. Любительское. Как это не сало? А тут что? Накопило? Все, хватит. Ну реально, вот что ты сидишь до последнего? Холодильник твой стыдно показать. Сидит, вот звонит мне, Даша, Даша свидетель. Звонит, значит, мать. Есть нечего. Дети оставили. Приедь продукты привези. Вот реально сидит магазин через 2 метра. Ну ладно, 10 метров. Мигрос большой. Деньги у нее есть. Все оставили. Жарко. Не пойду. Есть нечего. Привези. Мама, я не могу. Не, ну надо все заставлять. Так, короче, знаешь, есть, мам, лягушка и путешественница. А ты будешь Петровна путешественница. Да. Петровна путешественница. Ты знаешь, куда ты едешь в следующем? Представляешь, где ты будешь жить? На Клеопатрии. Там пляжи хорошие. Клеопатрия там от зависти умрет. Да, на Клеопатрии. Знаешь, с кем в комплексе? С Серегой. В одном комплексе. Сальчинка. Да, да. А что руки в боке? Не нравится что-то? Да. Поза, короче... Даш, подержи. Раньше я очень боялся ее позу. Когда я приходил, что-то там где-то накосячил, вот эта поза... Ну, не укубай что-то. Не брошь. Она вот так шла. Ну, не брошай, я так не хожу. А в этом... Я могу вот так стоять. Вот так, вот. Поможешь? Ну, не вот так, как ты... Вот так, а ну, злую покажи, как ты злая. Ну, покажи. Чтоб люди хоть... Ну, специально-то она не может. Ну, покажи, как ты злая. Ты як, да ты научишься. Яйца жарить. Я тебе як учила. Да, так же учила. А ты его в сковородку, там стреляй, это... Да, я сама... Я учила. В чашечку. Можешь даже в блюдце. Вот так взяла. Одне яйцо разбила, подибила. Еще хорошее. Потом в сковородку. Друге яйцо разбила, подибила. И в сковородку. Ну, я ж так пожарила, расскажу. А ты... Серега, расскажи эту историю, да, че-то уж к себе... Берем на балкон, только здесь неудобно. Ну, да, здесь, видите, у нас переезд на чемоданах, Елена Петровна. А лампочки тебе зачем с собой? А вдоль хотя бы... Ты че, вообще? Лампочки ты зачем с собой? А вдоль хотя бы там перегоряет. Все свое забираем и сделаем. Все свое берем с собой. Садись. Садись, значит. Вот там, там дует очень, хорошо. Там хорошо дует, садись. Голова крутится больше, что дождь скоро будет. Ну, рассказывай, как... Нет, Елена Петровна увидела, как Серега учил Артема жарить яйца. И это было неправильно. Я, кстати, согласна с ней, просто я, моя выдержка... Я даже не знаю, откуда она сбралась, я просто потом это все вытирала, кстати, завалила. Как правильно? Не, она, она расскажет, как она меня учил яйц. Ну, я не знаю, как правильно, но так, как я учила Сережу. Взяв чашечку или блюдечко там, ну, тарелочку. То да. Розбив одно яйцо, подивився, чи нема шкарлупки, чи яйцо непоганное. Я ему объяснила, ну, там, что-то красное, чорное и так далее. Мне, кстати, вот тут в магазине, как брало яйца, попадалось, поганное. Вырвали в сковородочку, венегритую с маслом. Потом другое яйцо разбив, тоже тарелочку, опять вылип, и все. И оно не брызает. А так, то первое яйцо выбило, оно потом нечет брызать, и тема, вырвали. И надо пищал, как фунтик. А вы расскажите, как бы то, я просто знаю эту историю с его слов, как он все яйца попортил и выкинул. У нас тогда Туговаза была сельцем в магазине, только привезу сразу, разбиралась. И нам на завод привезли яйца. И каждому продавали по два десятка. Я два десятка взяла, Ваня два десятка. Ну и вот эту кучу яйца я понесла до дома и поставила на стол. Сама пришла на работу. А Ваня остався с Сережей и Женькой уже были. Приходу с работы. Пил мусорного ведра шкарлупок за яичек. Дивлюсь, а десяток, или пятнадцать штук яичек. Десяток, десяток. Селюха на хозяйстве была. Батя уехал тогда. Думаю, ну, ну, визжил два яйца. Ну, хай Ваня три. То еще малый был, я уже не помню. Да, да, мелкий Жень. Ну, хотя столько яиц. Я с Удиванием пришел, я говорю, вы что, куда вы эти яйца делаете? Да, скушали. Не признався. А на самом деле, а на самом деле, Сережа, беру яйцо, разбиваю в кружку и желток так растекается. Он думал, что не яйца. А ведь думал, что это погас. А вот, похуй яйца, раз, в туалетчику, да. Да, 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 в мусор. Другое яйцо, хоп. Я когда бью яйцо, я бью тихонько и... Ну, я же всех тонкостей не знал. Разглавлю. И жил тут целый. Но я даже не подумала, что он... И вот он перебил полтора десятилетий. Что-то так, как бахнет, и кажется... А раньше дефицит был, международно? Убивание не почувствовал. Что ты там робишь на кухне? Я пришел и говорит, мать нас убьет. Не, ну мы съели, там пришлось есть. Я потом, я уже, я уже, ну что, уже кричать, уже все. Я потом Сереже говорю, Сережа, вот ты разбивал яйца. Покажи мне. Он берет его тоже так сильно, бах, об кружку. Это яйцо на пополам. А смотри, желток. Вот видишь, оно плохое. Да это не плохое, сынок. Это ты так, ну ты так обриваешься, сильно бьешь. Сколько лет было в ней? Сколько лет? У тебя было, как Артемий, 13 лет. Все, порадо, что-то. Потом, когда мы начинаем учить, я картошку варюю. Как чистить, да, да, да. Чтобы хотя бы сразу, как статью, герку. Кстати, он меня научил готовить. Курица. Да, она видела. Курица. Друз, курица. Что-то ты умерла, что-то вин. Теперь же в интернете много всего. Сейчас, да, сейчас вообще в интернете. Мне еще мама говорила, у меня мама, у меня первый муж был, дома его папа, у меня первый муж был. И он был поваром. И он, наверное, научил очень вкусно какие-то блюда готовить. И она меня все пыталась научить, когда была живая. А я такая, да я не хочу, не хочу. И она все время переживала. Вот когда-нибудь замуж выйдешь и скажешь, что я тебя ничего не научила. Ну, это молодая, я тоже была молодая. Я вышла из своей семьи, думаю, ну, я умела там суп какой-то приготовить. Ага, коровым хвостом крутить умела. Картошку. Да, вообще. Картошку пожарить там. Ну, и что, в общежитии мы с девчонками каждый день картошку жарили, селедку. Когда суп какой-то, когда там кашу я пушила. А уже вот это голубцы, это я уже начала сама уже, когда замуж вышла. Потому что захотел, хочется уже голубцов. Я уже начала сама это. Ну, просто я бычу, во-первых, мы жили в общежитии семейного типа. Там общая кухня. Выйду на кухню, смотрю, я девочка, что у нее готовлю. Это интернет того времени. Да, да. Я тихонько сама себе вычерпывала, что-то... Да, это ладно. А скажи мне, а где ты так танцевать научилась? Ножкой. Ножкой. Передалось и сыну, и внучку у нас давить. Знаешь, как пляшет? Кукули. 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 Я всю жизнь любила, и в молодости потанцевала, и в горку не могу. Думаю, наверное, всю жизнь буду делать. Да. Потом началась семья. Ну и сейчас ты можешь танцевать, а как же. Да, иди. Даша видела. Вот так вот. Я как не могу, она подвижная. Она-то пластичная женщина. Какая-то пластичная. Пластичная, еще и петь умеет, спевать. Голос есть. А там у тебя есть этот выпуск, где мы танцевали. Где-то есть кассета. Вставлю, кстати, надо найти. У меня отрезки видео есть. Вставлю, вставлю видос. Даша, тебе... Короче, друзья, у нас некий нонсенс произошел. Мы все вместе, наконец-то, на пляже. А на пляж мы не ходим по одной причине. Даже не по одной причине, а из-за одного молодого человека. Чего ты на меня это? Как он говорит? Пойдем на море, да? Артем, пойдем на море. Да нахуй надо. Вот он так именно и говорит. Жарко. Писают рыбу в море. Рыбу в море. Я не могу с ним. Какие рыбы писают, Тём? Ты что? Ну люди. Что? Ну люди, да, может. Да видят не писать в море. Он ходит в туалет. А, ну да, наверно. А погодка на сегодня 33 градуса. Жара спала, была 36, аномально. Дарья Витальевна загорает здесь, поблизости с нами. Да, видик вместе со мной купается. Вот, ходит купается. Вот эта креветка любит купаться. А вот эта, не любит купаться. Да, значит не люблю. В пустыне можно было пойти. Манку очень не любит купаться, но он говорит, да нафиг надо. Да, у этого бычка сейчас началось вот это. Что? Да нафиг надо. Артем, есть будешь? Нафиг надо. Артем, спать будешь? Можно. Нафиг надо. Артем, тебе учительница пришла? Да мне. Как вот эти бычки, которые... Ааа. Да, мне не нужна была. Вот, вот. Давай. Я сам все знаю. Давай свою песню. Я сам все знаю. Что ты там знаешь? Сам все он знает. Ну я знаю, в твоем возрасте ты все уже знаешь. Тем более как яйца жарить знаешь. Вообще. Сегодня предлагаю что-нибудь приготовить. Комочку? Давид приготовит сегодня какой-нибудь вкусный коктейль для всех. Да? А Тема приготовит, например, жареную картошку. Ой, нет, я хочу картошечку в духовке с селедочкой с лучком. Вот, так и сделаем. А что, давай приготовимся? Борщ. Борщ. Да. Да нафиг надо. О, еще раз. Как? Да нафиг надо. Вот так вам и отвечали. На все. Да нет, ну реально нафиг нужно. Так, девчонка ему с костем, давай встречаться. Нафиг, нафиг. Еще ухаживать за тобой. Да, реально. Что мне нужно? А еще у тебя волосячик. Да, у Артемки усики у нас волосятенькие. Ну и что, он уже взрослый парень. Дай пойду море снимать. Мы пойдем с ним. Мы на таком пляже, где немножко песок с галькой. Вот, ну а так, в принципе, уход хороший здесь. И, кстати, вчера был ветер сильный, поэтому немножко волна поднялась и море непрозрачное. Ну, соответственно, там, где песок у нас, там практически никогда море прозрачно не бывает. А там, где у нас галька и камень, там море прозрачное. Мы вообще в сезон любим уезжать вот туда подальше, в сторону Газипаша и там купаться. Ну, а вообще практически никого нет. Ну, только местные. Комары ночью покусали. Вот этого ежа. Да-да-да. Да-да-да. Корабли уже вовсю. Короче, сезон полным ходом. Ну, в данном кафе больше, конечно, люди приходят кушать, так сказать, посидеть в кафе. Мы любим здесь отдыхать, загорать, потому что здесь удобные лежаки и близко к морю. Раз-два-два шага и ты на море. А так можно в любое место прийти и позабирать. Да? Да. Потом попозже пойдем купаться. Ладно? Да. Огромное спасибо, что ты досмотрел этот видос до конца. Как обычно, по нашей, так сказать, традиции, два плюсика. Я буду знать, что именно ты досмотрел мой видос до конца. Ну, конечно же, напиши в комментариях, что бы хотел почаще видеть на моем канале. В общем, еще раз спасибо, что смотрите мои видео. Не забывай подписываться на мой канал. Не забывай ставить колокольчик, чтобы он тебе напоминал, что новое видео на канале. Всем пока. С вами был Серега Пыльзарь. Субтитры сделал DimaTorzok